дорогие друзья я вышел в эфир для того чтобы поговорить об очень простых вещах нашей жизни очень часто многие говорят что нужно учиться на чужих ошибках учиться невозможно потому что тот уникальный опыт который мы с вами получаем проходя жизненные различные ситуационные модели приятные события которые случаются с нами в жизни то что нам не нравится потому что то что нам нравится она нас наоборот делает стабильно деградирующими человек точнее человеческий ум устроен таким образом что в большинстве случаев способен обучаться только в состоянии стресса так почему же невозможно учиться на чужих ошибках потому что пока индивидуумы находятся в восприятии рассказов или наблюдений чужих ошибок они занимаются тем что как хорошо что это не со мной случилось это первое о чем они думают второе они находятся в состоянии с такого спокойствия у них никакого стресса нет а соответственно материал усваивается весьма сквер есть масса нюансов каждого события которые обладают своим неповторимым колоритом и конечно же если я буду вам рассказывать о фрукте куин джух то как бы я вам не описал какой на вкус фрукта куин джух вы никак не сможете понять и ощутить всю вкусовую гамму этого продукта то есть вы не будете знать что из себя это представляет вкус куин джух на вкус да его можно писать внешний цвет форму примерно вы будете понимать даже в мельчайших подробностях а вот как описать вкус вот жизненные ситуации которые с нами случаются они обладают гораздо обширнее совокупностью чем сочетание визуальных форм и вкус там больше параметров параметров специфических поэтому каждому индивидууму необходимо пройти собственный путь познания тех или иных жизненных ситуаций событий пускай даже кем-то описанных ранее пускай даже кем-то пройденных и много раз повторенными но не надо считать себя идиотами что вы наступили на новые грабли идиотам себя надо считать тогда когда вы наступаете в одно и то же говно по нескольку раз тогда это говорит о том что первый опыт который случился был недостаточно болезненным для того чтобы вы его усвоили поэтому друзья мы необходимо каждый опыт исследовать самостоятельно чувствительный человек сенситивный если еще так можно сказать сенситивный человек он как можно меньше подвергает себя необходимости со мироздания бить по жопе и по голове различными предметами по жопе обычно боженька прилаживают божественное весло чтобы жопа была более плоская такая да а по голове полено это когда весло по жопе не помогает нет смысла ждать божественного полено лучше при появлении на горизонте весла уже сделать все необходимые выводы еще до того как возникла необходимость касание этого весла вашей в общем то тоже божественной задницы дорогие друзья у каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний не излечиваемых современной медициной подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов вы можете найти в описании к этому видео благодарю вас за внимание мне кажется что эти тесты были тестами на адекватность безусловно все тесты на адекватность а ну что же еще секс это грязь так учил мой папа я согласна с этим заимев опыт значит ваш папа с вашей мамой повалялись в грязи для того чтобы вас сотворить да ух интересно как получается доброго дня посоветуйте пожалуйста какой фильтр приобрести катадин швейцарский других другой фильтр вы можете посмотреть как сделать самостоятельно катадин и фильтры очень дорогие можно все сделать самостоятельно и ингредиенты можно приобрести если вы в россии в компании тат сорба татарстан сорбент как сделать фильтры очень хорошо написано в обводной статье по системе питания семян заходите читайте смотрите там все очень подробно изложено я напомню всем не обязательно применять все продукты которые там изложены не обязательно строго следовать тому что там написано с точки зрения именно последовательности применения этих продуктов единственное что нужно соблюдать очень точно это применение продуктов только соответствующих конкретному дню в этом случае вы не нарушаете основной принцип а так если вы находитесь в каком-то регионе где нет каких-то продуктов пожалуйста вы можете выбрать те которые есть которые вам по карману которые так сказать постоянно присутствуют в вашем регионе вы можете хоть один вид крупы и соответствующие дни или один вид фруктов или смешивать несколько видов фруктов овощей крупы но самое главное чтобы все эти продукты соответствовали по частотным характеристикам тому дню в которые вы потребляете поэтому дорогие друзья я вас благодарю что все вы пришли сегодня на наш прямой эфир сегодня здесь сейчас я всех вас обнимаю всех вас целую до новых встреч до новых эфиров друзья пока здравие тело и ясности ума аз есть мсущие здесь и сейчас делаю то зачем существую на экране информация о консультациях и способах связи со мной более подробная информация в описании к этому видео благодарю за внимание